МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Москва, ток-шоу, пусть говорят. О этой студии мы обсуждаем невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. Полтора года назад миллионы телезрителей стали свидетелями кровавой драмы в семье главной свахи страны Розы Сибитовой и её мужа Юрия Андреева. Вот так начиналась их семейная жизнь. А вот так она закончилась. Я Розу наказывал за то, что она мне изменяла. Ты меня избил ногами, сел в машину мою, которая не является твоей. Это моя жена, это моя собственница. А сейчас я очень боюсь, я правда вам говорю, я очень боюсь. Роза развелась с мужем, но вскоре простила его, так и не наказав. А через полтора года новая любовь Юрия. Наталья Слониская стала очередной жертвой тирана. Боль была такая, что оглушало всё просто. И таким яростным я его никогда не видела. Голова болит, потому что за волосы у меня как ухо просто. Во всей квартире. Мне никогда не поднимали руку. Никогда. Мне придётся стоять в таком виде, умешаться над всю страну. Наталья подала на Юрия Андреева заявление в полицию. А на следующий день после избиения получила от бывшего возлюбленного вот такое письмо. Не п***уй, что ты собираешься делать. Ты п***ла? Что за хамство? Взяла всё, об***ла. И для кучи ментов вызвала. На коленях можешь выпросить прощения, если созреешь. А через два дня после скандала в интернете появилось вот это видео из битого Юрия. Сегодня в программе. Готов ли Юрий Андреев признать своё вину? Что заставило Розу Сибитову простить побои бывшему мужу? И сенсационное признание Натальи. Она была тайной любовницей Юрия, когда он ещё состоял в браке с Розой. В кресле главной героини Наталья Слоницкая, которая обвиняет бывшего мужа Розы Сибитовой. Юрия Андреева в жестоком избиении. Добрый вечер. Добрый вечер. Но прежде всего, Наташ, прежде всего, чем мы начнём разговор, я не хочу, чтобы вы думали, что вы сейчас будете унижаться на всю страну. Потому что мне кажется, что сегодня как раз тот момент истины, когда вы должны защитить не только себя, но и миллионы женщин, которые подвергаются домашнему насилию. Вы согласны? Да. Только я хочу пояснить, что любовница – это ошибочное мнение. Потому что изначально я никого не уводила. И человек мне говорил, что это на грани развода уже всё, он будет свободен. И я не считаю, что любовница ещё потому, что любовницы живут, как у Христа за пазухой. А я была просто боевой подругой, которая создавала уют, ухаживала за ним, опекала, готовила, обстирывала. Итак, у вас на лице следы побоев от вашего боевого друга. Как это произошло? Это произошло у него в квартире 10 октября вечером. Он попросил меня сходить в магазин. До этого раздался звонок городского телефона. Я подошла, услышала голос девушки. Оказалось, ещё и тёзка моя. Наташа, держись. Она просила передать в грубой форме мне, чтобы Юра ей перезвонил, чего я, в принципе, не сделала, не передала. А вечером, когда я ходила в магазин, видимо, они созвонились, списались или как что, он узнал. То есть, когда только я зашла, он мне сказал, убирайся. Я говорю, Юра, что произошло? Давай поговорим. На что он просто грубо взял меня за шею, вытолкнул с комнаты, и началась просто бойня. Давайте посмотрим, вы в своей квартире рассказываете, как всё произошло, внимание. Когда Юра начал меня бить, он сперва ударил меня по правой стороне, сперва эта сторона у меня пошла, то есть вот то, что как стрелка здесь. А потом сюда. Видимо, мало показалось, сюда он бил очень много, конечно, то есть вот у меня и ухо, за счёт того, такое лицо у меня. Это он ногой меня ударил, это уже когда я упала, то есть он уже в ход пустил ноги. Боль была такая, что оглушало всё просто, и таким яростным я его никогда не видела. В принципе, болит всё, болят даже те места, где синяков нет, то есть и рёбра, спина болит, то есть шея, голова болит, потому что за волосы у меня как ухо просто во всей квартире. У меня никогда не поднимали руку, никогда. Такое невозможно простить. Сколько лет, месяцев, дней вы встречаетесь? Получается полтора года. Началось это всё в начале июня, как раз после громкого скандала по избению его супруги. Вот, в чём он меня уверял, что этого не было, что это пиар-компания, и то есть это всё фотошоп, и это придумал он. Он говорил, что всё нормально будет, не переживай. То есть в процессе развода сейчас я жду развод. Вы хороший парикмахер, да? Огромное количество клиентов проходит каждый день, и вы встречаете. Почему вы выбрали именно Юру Андрееву? У него есть такое обаяние. Он умеет, да, ухаживать красиво за девушками. Мне тоже, конечно, хочется предупредить ту, которая разговаривала со мной по телефону, что шампанское не поможет потом. Это точно. А скажите, пожалуйста, вы такую фразу упомянули, что он сказал, что это пиар-акция с Розой, да? Что там кетчуп налили. Вы Розу знали, чтобы услышать вторую правду? Была это пиар-акция или не была? А как раз-таки вот ваше сейчас выступление больше похоже на пиар-акцию, потому что вы парикмахер. Сейчас у вас появится огромное количество клиентов, потому что вот вы вот такая вот несчастная, вся пришли, сердце кровью объявляется, боже мой. Нет, нет, нет. Извините, а пиар-акция налице, да? То есть там хоть кетчуп был, а здесь... Ну и здесь, посмотрите, вот, посмотрите здесь вот, да? Хорошо, тогда вопрос. Она знала, с кем она живет. Посмотрите на Розу. Одну секунду. Она жила с убийцей. Вы видели ту программу, которую сопереживала вся страна? Я эту программу увидела гораздо позже уже в интернете. Кто такая Роза, я даже не знала. То есть, давайте посмотрим. Она знает, а вы не знали. Я не смотрю такого рода программы. Давайте посмотрим. Начиналась их семейная жизнь. А вот так она закончилась. Он мне не раз говорил, что я своих жен бил. Я Розу наказывал за то, что она мне изменяла. Роза, ты меня избил ногами, сел в машину мою, которая не является твоей. Роза, не устраивай. Бросил ее на набережной открытой, которые могли ее просто... А я еще даже кредит не захватила. Не устраивай, пожалуйста, Маймила. Вот самое страшное. Это моя жена, это моя собственность вообще. Да. То, что я разведусь, это вопрос однозначный. Я очень боюсь, я правда вам говорю, я очень боюсь. Я же сама женщина. Не трогать не надо. Послушайте, я понимаю, спасибо вам, что вы меня поддерживаете. Мне мужества хватило. Вы идите сюда. Чтобы девушки, чтобы женщины понимали, вы не имеете права оставаться одни. Не имеете, говорите. Ну, то есть даже то, что вы увидели на сайте Первого канала, эту программу в интернете, где она также плакала и предупреждала, что будьте аккуратным, все это в жизни скрывалось за красивым ухаживанием, шампанским и веселыми разговорами. Да, он меня убеждал, что это не так, что Роза врет, что она хорошая актриса. Так что, пожалуйста, можете осуждать меня, что я с ним жила, но дело в том, что я действительно верила ему. Нет, извините, пожалуйста. А в интернете вы сидите хоть иногда, но хотя бы приблизительно, знаете, как обстановка. В интернете они и познакомились, если я не ошибаюсь. В это же самое время Юрий заявлял, что он собирает деньги ей на колечко. Он утверждал на весь интернет, что я любой ценой помирюсь со своей женой. Но вас не смутила фраза мужчины, который в прямом эфире говорит, что женщина моя собственность, и я буду делать... Это что за больной человек? Что значит женщина-собственность? Женщина не может быть собственностью. Вас не смутило то, что человек в эфире говорит о том, что я буду делать, что я хочу? Я вам скажу честно, у меня вообще в жизни такие заявления людей, что кто-то, чья-то собственность очень смущают. А здесь человек... Леш, я могу высказать одно предположение? Наверное, Юра делает нечто такое в постели, что все женщины забывают все остальное, понимаешь? Наташа, что такого он умеет, что действительно вы закрываете глаза на все, на все истории в интернете, в прессе и на телевидении, которые звучат вокруг него? Это сугубо лично уже. Как вы познакомились? Знакомились мы в социальной сети, то есть Юра сам начал переписку, предложил дружбу. Даже могу прочитать вам. Приезжай в гости. Я живу на классной даче у друзей. Я ему пишу, Юра, я не совсем понимаю вас. Ваши предложения похожи на то, что вы хотите кого-то снять. И если честно, меня такое предложение обижает. Нет, Наталь, познакомиться, а не снять. Живу я пока у друзей на даче. Хороший дом, пруд, беседка с мостиком на территории. Прости, если я неверно донес свою мысль, что ты обиделась. Прости, пожалуйста, прости. Нет, с девушкой и надолго хочу познакомиться. Здесь есть где поспать, не факт, что со мной. Шашлык, моя бывшая жена Роза Сибитова. Это мне, в принципе, ни о чем не сказала. Хотя решения суда пока нет. Как бы... Я женат еще, но в процессе. Она сваха, ведущая на первом. Она с уродом бы не стала связываться. Я не опасен. Как прошла первая встреча? Это была дача с прудом, беседкой? Да, это дача друзей. То есть замечательный уикенд был. Хозяин дачи приехал, его жена с детьми, с друзьями. То есть... То есть все было... Не предвещало опасности? Нет, все было красиво, романтично. Все было цивильно, красиво, да. Все было замечательно. И Юра рассказывал, как Роза его предала и все такое. То, что он дарил ей кольца и собирался мириться, об этом я не знала. Давайте посмотрим видео из квартиры, где вы встречались. Внимание. Осталась единственная фотография с ним. И значок, который он привез с Аргентины мне во время жестоких игр, где участвовала Роза. На этой кровати мы спали, то есть когда он оставался. А тут, естественно, готовила ему завтрак, его любимые там блюда, какие он любил. Блинчики, сырники, кашу любил на завтрак, чтобы мы варили молочную, как ребенку. Почему Наташа влюбилась в Юрия, понять можно. Я вижу их с периодичностью раз в месяц. Они появляются с Розой. Вместе они, развелись они совместно. Юра правда, как солнце. То есть бывают такие моменты, когда с ним весело, хохот. С ним есть о чем поговорить. Он умеет так-так баян растянуть, Андрей. Да нет, конечно, нет-нет-нет. Я не о том говорю. Я удивлена. Я еще месяц назад их видела с Розой рядом, а Наташу не видела ни разу за год. Он попросил прощения за то, что произошло? Он попытался прийти просить прощения, но уже было поздно. То есть я обратилась в СМИ. Он пришел с пакетом продуктов из тысячи рублей. И то есть он просил прощения, но все равно он говорил, что виновата я. Что я его вывела своей ревностью, своими упреками, если бы не я, этого не было. Вы признаете эту вину? Нет, нет, нет. Скажи, вот если бы он пришел, сел на колени и сказал бы, я тебя люблю, выходи за меня замуж. Уже поздно. А сама не пойдешь Наташу на колени стоять, как он говорит, на коленях вымылишь прощение? Пойдешь? За что? Ну Роза же пошла, вымылила как-то. Я не пойду. Не пойдешь? Не любишь, значит? А вы снимали побои или ты милицию вызвала именно на квартиру, где это произошло? Нет, так получилось, что когда он меня избивал, у меня в руках был телефон мобильный. А последний исходящий вызов я звонила маме. И когда он меня бил, я случайно как-то пошел вызов на телефоне именно маме. То есть она слышала все, что происходило. А она не догадалась милицию вызвать? Именно это она и сделала. Наташа, а кто сказал, что любила на коленях приползла? Я просто не слышал. Это в этой студии было сказано. Это Юра написал письмо Наташе. Давайте посмотрим. Наташа читает. Юра, наверное, по такому же принципу, любовь зла полюбишь и козла, что ли? Электронное письмо он прислал Наташе. И вот что в этом письме. Давайте послушаем. Внимание на экран. Утром 11 октября он мне написал такое содержание письмо на почту. Ты тупая, да? Близким людям не гадят. Мне п***й, что ты собираешься делать. Ты посмотри на свое поведение со стороны. Кто тебе разрешил лазить у меня везде? Кто тебе разрешил убрать трубку? Ты п***ла, что за хамство? Ты не понимаешь, что так себя вести нельзя? Если не понимаешь, то ты тупая. Взяла все, оба***ла. И для кучи ментов вызвала. На коленях можешь выпросить прощение, если созреешь. Она красавица, у нее синяки пройдут, она встанет и пойдет. А он, на что похож, опозорился на всю страну. Давайте сейчас пригласим в студию бывшую супругу Юрия Андреева, главную сваху страны Розу Сибитову. Что она скажет обо всей этой истории? Встречаем, Розу. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, наверное, не совсем приятно слышать сегодня все, что рассказывает Наташа. Или ничего нового вы для себя не открыли и только еще раз убедились в том, что все бабы дуры и чаще всего влюбляются в мужиков-стволочей. Андрюш, я, честно говоря, не совсем понимаю, зачем меня сюда пригласили. Потому что ко мне эта история, в общем-то, не имеет никакого отношения. Это история уже бывшего мужа. Если бы вы не просили тогда, этого бы не было. Нельзя прощать. Наташа, не прощайте, не останавливайтесь на этом. Ну, я, во-первых, обычная женщина, Андрей, которая совершает определенные ошибки. Результат этой истории я развелась, в общем-то. Мы с Юрой находимся в нормальных отношениях, сохранили, по-человечески развелись. Поэтому у меня к нему претензий совершенно нет. Информацию о своей истории я дала на программе «Давай поженимся». Когда меня лично Лариса спрашивала лично про мою историю. И там я все сказала. В общем, повторяться опять я смысла никакого не вижу. Что вы сейчас от меня, собственно говоря, хотите? Нет, понять просто... Наташа, вы продюсер программы «Давай поженимся». Что рассказывала? Простите, я просто не видел тот эфир. Что говорила Роза тогда, объясняя эту историю? Роза вообще была очень лаконична. Говорили за нее ее шрамы, синяки и кровоподтеки. Потому что, когда она пришла в студию, гримеры схватили за голову. На голове не было живого места. Волосами прикрывали левую часть. Потому что она была распухшая раза в три больше, чем обычно. Замазывали синяки, замазывали ссадины. На самом деле, это пиар-акция человека из глухой провинции, абсолютно неграмотного, уголовника, наркомана, который не может ничего создать, не может ничего придумать. И таким образом, через женщин своих, он пытается, в общем, пробиться на большой экран. Ну, в общем, это, наверное, болезнь какая-то, да? Да. Лечится она или нет, я не знаю. Это здесь вот психолог сидит. То есть, получается, что он придумал всю эту историю, что это якобы пиар, когда понял, что ему все сошло с рук. И нужно как-то красиво выйти из этой ситуации. И дальше подогревать к себе интерес, средства массовой информации и... Да, безусловно. И на соседнем канале он говорил об этой пиар-акции. Но вот пиар-акция повторилась. Мы видим синяки, ссадины и так далее. Ну, в общем, здесь уже не кетчуп, здесь уже, наверное, вакса, да? Вы сами судите, вот один человек после этого события в прессе рассказывает о своей личной жизни, показывает, раскрывает личную жизнь. А второй человек, я имею в виду бывшего мужа, почему-то нанимает адвоката и подает иск о защите прав и достоинства относительно истицы и относительно желтой прессы. То есть Юра подает суд на Наташу? Да. А скажите, пожалуйста, в чем защита чести и достоинства? То есть Наташа придумала всю эту историю для того, чтобы очернить Юру? Андрей, послушайте, я что, свечку, что ли, держала? Я совершенно к этой истории не имею... Мы были в поликлинике, и вот что нам рассказали в травмпункте. Внимание на экран. Извините, пожалуйста, а вы не могли бы мне подсказать, была ли девушка 11 октября у вас или нет? Ну, Наталья Сманицкая. Ну, он ее отпустили, 11-го была, там 4 часа ее отпустили. Вот, да, у нее лицо тут... Ушили. Ну, синяки, наверное, есть. Лицо-то не для того... Роза, я хочу вас спросить. Вы женщина. Мужчина позволяет только то, что позволяет ему женщина. Понимаете, нельзя делать героя из этого человека. Вы посмотрите на его лицо. Не делайте из него героя сегодня. Вы посмотрите на его лицо, на котором все написано. Человек с уголовным прошлым. Человек, по которому, в общем, плачут какие-то уголовные организации. Я просто удивляюсь, почему вот до сих пор он на свободе. Это очень странно. Почему тогда? Посадите же его. Ну, мне кажется, правильный ход. Сейчас подойти, обнять Наташу, сказать, мы вместе будем с тобой. Сейчас давай посадим Юру. Наконец-то это наш шанс. Наверное, нужно, чтобы он убил Юру, чтобы он попал любовницу, да? Спасибо, абсолютно. Мне кажется, вот это некая месть. Мне кажется, вот где-то в глубине души вы понимаете, что вот ей воздалось, Наташа, за дело. И поэтому вы рядом с ней никогда не будете за то, что она была любовницей. Минуточку, я не отвечаю за эти вещи. Я отвечаю за свое. Роза честно предупредила в прошлой программе все женское население страны. Держитесь от этого человека подальше. Почему-то, видимо, из-за глубокой несчастности и одиночества, женщина с ребенком позарилась на очередной большой ***. А сама с ним дружит, общается, бегает одна вода на киселе. До сих пор по всеми чайникам. Таким человеком лучше дружить, да? Господа, господа, вы этой... Нет, давайте послушаем сексолога. Итак, все-таки действительно, наверное, фантастический секс заставляет этих женщин забывать про все. Ну, наверное, есть и неплохой секс. Но я хочу сказать другое. Дело в том, что абсолютное большинство российских женщин верят, что вот, да, с Розой он был негодяй. Но она его, возможно, провоцировала. Но я к нему буду так относиться. Я его буду так любить. Я такая лапочка. Я буду ему по утрам готовить такие блинчики, что на меня-то он руку никогда не поднимет. При этом они отлично знают, что человек, который избил женщину и утверждает, что это, в принципе, допустимо, обязательно изобьет еще раз. Сейчас мы сделаем короткую паузу. Далее в нашей программе «Мама» из Гиты Натальи Сланицкой. Она прилетела из Владикавказа, чтобы помочь своей дочери после рекламы ее истории взаимоотношений с Юрой Андреевым. Не переключайтесь. Пусть говорят, бывший муж Розы Сибитовой избил любовницу. Тема эфира сегодня. Полтора года назад миллионы телезрителей стали свидетелями кровавой драмы в семье главной свахи страны Розы Сибитовой и ее мужа Юрия Андреева. Вот так начиналась их семейная жизнь. А вот так она закончилась. Я Розу наказывал за то, что она мне изменяла. Ты меня избил ногами, сел в машину мою, которая не является твоей. Это моя жена, это моя собственница. Да. А сейчас я очень боюсь, я правда вам говорю, я очень боюсь. Роза развелась с мужем, но вскоре простила его, так и не наказав. А через полтора года новая любовь Юрия. Наталья Слоницкая стала очередной жертвой тирана. Боль была такая, что оглушало все просто. И таким яростным я его никогда не видела. А через два дня после скандала в интернете появилось вот это видео из Битого Юрия. Сейчас в этой студии появится мама Натальи Слоницкой, которая как только узнала о трагедии, которая произошла с ее дочерью, прилетела из Владикавказа. Встречаем, Лидия Михайловна. Андрей, вы позволите, я к Наташу подойду? Подожди, подожди. Где это? Вот это рука. Так, где? Андрей, вот это можно? Прости, это пиар. Все. Это пиар? Это не пиар. Сядь. Получается, что вы спасли жизнь дочери, случайно оказавшись на телефонной линии и услышав все это? Да. Раздается телефонный звонок. И алло, алло, я вижу Наташа высветилась. Я слышу крик. За что ты меня бьешь? За что ты меня сейчас ударил? Вот такого характера. Слышу ее плач. Я кричу в трубку. Наташа, Наташа, ответь, пожалуйста, мне. Молчок. Все, вот это вот продолжалось, где-то получался. А он что кричал, он что отвечал? Вы слышали его голос, нет? Глухой голос. Я даже ни одно его слово так не слышала. Как-то глухо откуда-то. Потом, значит, через какое-то время ты все-таки позвонила. Я спросила, ты где находишься? Я подумала, что на нее нападение совершено где-то. Где ты находишься? Я у Юры. Все. То есть вы знали про то, что Наташа встречается с Юрой? Знала, да. Вы знали, что Юра это бывший жених Розы Сибитовой? Не знала. Я... А Розу Сибитову вы знали? Ее историю, что она получала? Не знала я. Нет. Вы знаете, когда моя дочь впервые мне сказала, мама, я встретила настоящего хорошего мужчину. Он такой добрый. Он внимательный. Он ухаживает за мной красиво. Не то, что вот и все. Понимаете? Моя дочь перенесла очень много в жизни неприятностей. В первом же письме он ей написал. Давайте послушаем, чем эта история с внимательным и заботливым закончилась. Внимание. И мат, и мразь, и ничтожество, и животина. Когда мы с Юрой познакомились, и начался этот бурный роман. И продолжался очень долгое время. Я даже не могла представить, что когда-нибудь этот человек смелится поднять на меня руку, мне придется стоять в таком виде, унижаться на всю страну. А ты его любишь? Где-то глубоко, да, но это умрет. Умрет, шрамы останутся, раны останутся на сердце, но все. Не хочу. Да, Роза. Вы знаете, вообще люди, как бы, если возникает такая ситуация, идут, наверное, в милицию, добиваются правды. Так же, как, собственно говоря, делала и я. Ой, Роза, ну кто бы говорил, ты самая первая пропиарилась так на той истории. Почему тогда люди не идут в суд, как любящая женщина, как я понимаю, на эту... По твоему примеру делают, Роза. Я хочу сказать, что вы же тоже его не наказали, да? Мне понятно то, что вы его не посадили, да? Вы... Это был один эпизод, как-то вы его любили, чего-то было и хорошего. Но человека, который тебя по-настоящему избил, как-то видеть, ну, вообще не хочется. Не то, что с ним на вечеринку ходить. Голей, вот честно, почему вы с ним продолжали видеться? Нет, можно... Да, а теперь, послушайте, мужчины хотят рядом видеть женщину, которая умеет прощать все. Он совершил грех, может быть, даже смертельный грех. Но он должен быть уверен, что ему женщина даст хотя бы время, чтобы исправить эту ошибку. Потому что одного прости мало. Роза, не надо высокопарных фраз. Ты рада, что ее избили, и ты сейчас вернешься к своему мужу, сто процентов. Виктор Батурин, все-таки мне кажется, что, может быть, главная проблема русских женщин, что они готовы прощать не только смертельный грех и не один раз, и терпят всю жизнь эти тумаки. Пардон, баб на Руси били всегда. И в «Русской правде» у Ярослава Мудрого даже было описано специально, по каким местам можно бить женщину. Ее нельзя было бить по голове, в область сердца, по животу, по ногам и по спине, выше конца позвоночника. По глазам. То есть вы за домострой? Нет, нет, нет. Мы с Юрой говорили на эту тему. Когда на Руси был церковный брак, и, естественно, разводы были запрещены, и понятно, что у мужчины не было другого способа излить, так сказать, свою какую-то обиду, да, при том, если женщина вела себя, мягко говоря, неправильно. Но потом, когда отменили, так сказать, церковный брак и разводы стали способными, вся, так сказать, тема, связанная с избиением, она ушла, да. В наше время нет ни одного способа, ни одного случая, чтобы мужчина ударил женщину. Только один, если мужчина нездоров, да, психически там или еще что-то, понимаете? Что касается этого случая, здесь все, в общем-то, понятно. Эти две женщины, они заложники своих прошлых ошибок, понимаете? Они же, все, что у них должно было быть сейчас, у них было в прошлом. И они все прохали благополучно. И мужей своих, и семью, и возможность рожать детей, и возможность, так сказать, быть во главе этой большой семьи, чтобы муж приходил и настолько любил эту свою семью, свою жену и своих детей, что даже если, так сказать, он вдруг чего-то такого сделал плохого, он на страшном суде не признается, да, что он был в какой-то другой женщине. Поэтому он прекрасно понимает, что он теряет. Так что, скажите, не хватало? Она блинчики делала, кашу варила. Это все, все спровоцировано их прошлой жизнью, понимаете? Все в прошлом, а жить все равно хочется, да. И поэтому ты свою планку опускаешь настолько, да, что связываешь свою жизнь с нездоровым психическим человеком, да. Потому что никакой нормальный мужчина, нормальный, сильный, уверенный в себе, не возьмет в жену женщины с чужим ребенком. Не так он устроен, понимаете, мужчина. Виктор Николаевич, при этом вы отомстили, вы отомстили Яне Рудковской. Я отомстил. Да еще более изощренно, вы забрали детей. Я никого не забирал, это мои дети. Огромное количество. Вы лишили. Но сейчас речь не про Яну Рудковскую. Давайте сейчас не будем приплетать еще Яну сюда. У Юры сейчас как... Разведет, и папа нет. Виктор. А был бы у ней папа, он пришел, взял бы, оторвал бошку этому товарищу, и все бы на этом закончилось. Но у Юры сейчас новая линия защиты. Вчера восьмой канал кабельного телевидения. Покажите видео, с которым вчера начинались новости восьмого канала. Юрий Андреев в больнице. Его избили, как утверждает он, и вот он приехал в местную поликлинику, чтобы, скажем так, снять побои, лечь под капельницу. И вот он... Кто к этому причастен, Розова, не знаете? Вы меня спрашиваете? Послушайте, я закрыла историю этой... Эту историю. Я повесила чеснок и забыла. Я не могу по-настоящему бегать, да? Послушайте, он хороший актер, и все это возбуждает уголовное дело. У ЖК заказали, его избили. Никто не сознается. Я не доказывал. Мужик прекрасно знает, что она написала заявление в милицию. Будет процесс. Вы к этому имеете отношение? Вам задали вопрос прямой. Это съемка делалась. Это съемка делалась. В сентябре месяце есть фотографии, такие же у него, где он улыбающийся на фоне. И на том же самом фоне у него появляются откуда-то синяки, кровопотеки. Это все делалось тогда. А когда он узнал, что я позвонила в прессу, он набирал, не знаю кому, девушка, и говорил, запускай то, что мы с тобой сделали гораздо раньше. Это цирк просто. Да. Но скажи мне, пожалуйста, вот ты уже знаешь, что он снова с Розой выходит, и они дают какие-то интервью прессе, и что они вместе снова. Как он тебе объясняет всю эту историю? Там деньги. Человек делает, тюнингует машину, содержит, как я понимаю, вот эту женщину. Нет, она его, скажем, она утверждает, она покупает ему сигареты. Стоп, 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 вот про тюнинг мы как раз и поговорим после рекламы, потому что еще одна девушка, за которой пытался ухаживать Юра Андреев, готова рассказать все про его бизнес и про его настойчивое ухаживание. Дана Борисова в студии, пусть говорят, после рекламы. В эфире пусть говорят, спасибо, что не переключаете. Бывший муж Розы Сибитовой избил свою любовницу. Полтора года назад миллионы телезрителей стали свидетелями кровавой драмы в семье главной свахи страны Розы Сибитовой и ее мужа Юрия Андреева. Вот так начиналась их семейная жизнь. А вот так она закончилась. Я Розу наказывал за то, что она мне изменяла. Ты меня избил ногами, сел в машину мою, которая не является твоей. Это моя жена, это моя собственница. А сейчас я очень боюсь, я правда вам говорю, я очень боюсь. Роза развелась с мужем, но вскоре простила его, так и не наказав. А через полтора года новая любовь Юрия. Наталья Слоницкая стала очередной жертвой тирана. Боль была такая, что оглушало все просто. И таким яростным я его никогда не видела. А через два дня после скандала в интернете появилось вот это видео из Битого Юрия. Во время рекламы к нам присоединилась популярная телеведущая и светская львица Дана Борисова. Добрый вечер. Здравствуйте, все. Дана, я хотя бы надеюсь, добрый вечер, что ты знаешь, кто такая Роза и кто такой Юра. Я знаю, кто такая Роза, но кто такой этот страшный человек, я до сих пор не знаю. Он у меня в телефоне обозначен 0, потому что я не знала, как его зовут. Он постоянно мне названивал, но я, честно говоря, вообще его не воспринимала и просто поставила нолик в телефоне, чтобы не снимать трубку, когда звонит нолик. Расскажу подробности. Неужели ты не подпала под его чары? Шампанское, видишь, фантастический секс, как описывают с ним здесь. Дайте я вам расскажу, это все очень смешно. Раздается, ну, несколько месяцев назад телефонный звонок. И человек мне говорит, так, Даночка, значит, я такой вообще состоятельный, могущественный человек. Я сейчас открываю супер для випов тюнинг ателье машин. У меня будет 30, я повторяю, 30 випов звезд, и ты будешь 30-е. Приходи, значит, приходи. А я, значит, не поняла, в чем ситуация. Я говорю, а зачем мне к вам приходить, собственно, и так 29 звезд. Он так задумался глубоко. Я после этого говорю, знаете, что О, или там как-то Юрий, вот, видимо, его зовут. Я говорю, давайте, я говорю, вечером, как это, вечером, стулья, утром деньги. Или наоборот. Я говорю, давайте-ка вы затюнингуете мою машину. Ну, я не знала вообще, кто это такой. Я не знала, что это бывший муж Розы Сибитовой. Я не знала, что это человек, который избивал нашу героиню. Это разговор по телефону, вы его лично не видели. Давайте я вам расскажу дальше, потому что это все очень смешно. Человек говорит мне, ну, да, а нельзя ли затюнговать машину после того, как ты придешь? Я говорю, нет, нельзя. Давайте сделаем мне вот эту вот услугу, а потом я приду к вам на презентацию, где у вас там какой-то шикарный салон и все такое. Так, вы видите, я приду, но для начала вот на 20 тысяч окажите мне помощь. Затюнингуете машину? На 10 тысяч мне, слава богу, затонировали машину, а на остальные 10 тысяч он мне так прикрутил колесо, что я одним болтом, хотя нужно вообще, оказывается, пятью болтами прикручивать. И я после этого целый день ездила, вообще чуть не лишилась жизни. Но опять же, я не знала, что я после этого, значит, вот этот нолик, я думаю, так, с ноликом этим вообще не надо снимать трубку, потому что человек меня... То есть ты могла погибнуть после такого тюнинга? Я могла погибнуть после вот этого вот тюнинга, так называемого. Но человек меня не оставил в покое. А потом он мне звонит, говорит, ах, как все плохо, меня подставили, значит, презентация срывается. Ну, я-то думаю, ну, слава богу, срывается, а машина-то затюнингована уже. Все, 20 тысяч мои, вот, ну, рассказываю все как есть. Рассказываю все как есть. Значит, проходит какое-то время, ближе к ночи, у него, видимо, обострения какие-то ночные. Мне опять этот ноль звонит. Я думаю, что ноль от меня хочет. Значит, говорю, алло. Он мне говорит, так, все, значит, этот бизнес все у меня принакрылся. Ну, сейчас я, значит, организовываю конкурс красоты. Ты, миссис, там, мира или миссис вселенная. Значит, так, давай-ка подъезжай, значит, посмотришь, увидишь, какой я, значит, крутой человек. У меня такой коктус, и там будет роза, я говорю. Я говорю, какая роза, собственно? Он говорит, ну, ты что, не знаешь, кто я такой и кто такая роза? Я говорю, пардон, говорю, полдвенадцатого ночи, говорю, сразу в голову не приходит, что за роза. Он говорит, ну, я же бывший, я же тот самый, я бывший муж Розы Сибитовой, которая вот ведет на первом канале, я же ее избил, я же, это же такая история, ты что, не знаешь вообще? Как ты меня вообще не знаешь? Я говорю, слушайте, говорю, вы вообще, говорю, наверное, сумасшедший, говорю, больше меня не беспокойте. Слушай, это все смешно очень, но ведь это маниакал, Роза, ты знала, что это маниакальный человек вообще? После этого ноль, слава богу, был у меня внесен этот ноль в список телефонов. Это опасный человек для общества, причем есть твой ноль в телефоне. Я вот о чем хочу сказать, что человек реально маньяк, девушки. Не прощайте, вообще ни в коем случае не связывайтесь с такими маньяками. Он сумасшедший. И не допускайте. Роза, это получается, что он пиарится на вашем имени, да, что у него бренд строится на том, что я экс-муж Розы Сибитовой. Да, да, или я не даю никаких оценочных фигурий. Помните, как я ее избил? Помните, как я ее избил еще? Это фраза ключевая, мне кажется, была. После этого, конечно, общение прекратилось, но я, девушки, просто вот посмотрите правде в глаза, он сумасшедший. Он сумасшедший, нельзя с ним связываться. Не вступайте в клуб тюнинга. Не, не, вообще ни, ни в коем случае не общайтесь с ним, не знаю. Я вот, слава богу, мне ноль больше не звонит, не беспокоит. Роза, она состоит, но у чего у тебя нет? Данночка, скажи, а ты знаешь, кто такая Роза Сибитова в самом деле? Ну, я смотрю, передача неинтересная. Вот сейчас, на самом деле, Роза, она очень провокативный персонаж. Да, да, да. Сейчас она сидит в этих лакированных и делает вид, что вот это ее вообще ничего не касается, понимаешь? Вот, скажи, пожалуйста, это вообще верно? Мы имеем сейчас Наташку избитую всю. Мама приехала. Вообще, видно, что Наташа человек скромный. Розу назвать человеком скромным очень сложно. Розочка, все вас обвиняют, все говорят, что виноваты вы. Может быть, вы все-таки откроете нам всем страшную тайну? Почему вы молчите и почему вы не скажете свое настоящее, жесткое, вот то слово из вашей программы, которыми вы людей, вы людей причесываете, причесываете, зачастую оскорбляете, не имея на этого никакого права. Роза, откройте тайну. Во-первых, если я кого-то оскорбила на программе «Давай поженимся», хотя, в принципе, никаких прецедентов со стороны... Я хочу немножко пояснить, существует две Розы. Роза в программе «Давай поженимся» это такой выдуманный персонаж, который играет определенную роль провокатора. Мы судьболем тогда, если две Розы, это распространение личности. Роза, абсолютно скромная женщина, с очень непростой, с очень тяжелой и просто счастье, что она выжила в такой судьбе, которая у нее. Если мы будем показывать Розу несчастную, вы не будете смотреть. Если мы будем показывать Розу хамку, хабалку, которая находит слово каждому, включая Рустама, до сих пор не забудешь, как она тебе приложила. А что тебе сказали? А что тебе сказали? Боже, очевидно, недостаточно приложила. Вы должны понять, что существуют две Розы. И Роза настоящая, она совершила работу над ошибками. Она не хочет возвращаться к этой истории, она закрыла эту дверь. Просто так получается, что этот Юра, он как угорь, он как... он проникает во все тусовки. Значит, все-таки Юра. Он узнает все телефоны. Все, теперь будем делать его время. Он достает, и лучший способ защиты от него – это держать хорошие отношения. Роза в программе, в которой мы пытались ее заново поженить, рассказала историю своей жизни, в том числе об отношениях с Юрой. И после этой программы мы считаем, что такого человека, как Юрий Андреев, для нас не существует. Он для нас умер. Вот сейчас мы пытаемся выпотрошить труп. Мы не хотим заниматься этим, да, просто, ну, вот был такой информационный повод, да. Этот повод мы хотим замять. Просто он нас не касается, он не касается программы, он не касается Розы Сибитовой, как женщины, он не касается Розы Сибитовой, как ведущей. И вставить в параллель... Хотела бы замять того начала, и ничего бы не рассказывали. Ни СМИ, ни журналов, ни телевидения. С Юрой Андреевым я просто прошу все средства массовой информации этого не делать никогда. Все, это разные истории. Она закончилась у Розы, и этот человек пошел своим путем. Дальше, вот сюда. Эвклид, может быть, все-таки тогда должен быть какой-то действительно женский профсоюз? Кто пострадал от Юры или не пострадал? Когда человек знает, что существует наказание, что кадрами на восьмом канале, снятыми три месяца назад, ему не отделаться, тогда он будет чувствовать свою какую-то, понимаете, уязвимость. Я, пожалуй, впервые, наверное, так долго молчу, ничего не говорю. В передаче пусть говорят, потому что просто потрясен. Во-первых, мы делаем героя из этого чудовища, все здесь. Хотя у него вкус неплохой, я вижу. Такие женщины очаровательные. Но вы понимаете, я думаю, вот что... Я вообще хочу обратиться к мужчинам. Пока мы... Если мы не перестанем избивать женщин, то нас ждет то, что ждет Европу, в общем-то. Европа дошла до того, что женщина, например, в Швейцарии, может подать в суд на мужа за то, что он два раза в неделю не исполняет супружеский долг. Мужчина может подать, муж может подать в суд на женщину, на жену за то, что она домогается его более двух раз в неделю. Сейчас последняя реклама, а далее в нашей программе. Так что же на самом деле связывает Юра Андреева и Розу Сибисову сегодня? Подробности после рекламы. В эфире «Пусть говорят» бывший муж Розы Сибитовой избил любовницу. Полтора года назад миллионы телезрителей стали свидетелями кровавой драмы в семье главной свахи страны Розы Сибитовой и ее мужа Юрия Андреева. Вот так начиналась их семейная жизнь. А вот так она закончилась. Я Розу наказывал за то, что она мне изменяла. Ты меня избил ногами, сел в машину мою, которая не является твоей. Это моя жена, это моя собственность вообще. Да. А сейчас я очень боюсь, я правда вам говорю, я очень боюсь. Роза развелась с мужем, но вскоре простила его, так и не наказав. А через полтора года новая любовь Юрия. Наталья Слоницкая стала очередной жертвой тирана. Боль была такая, что оглушала все просто. И таким яростным я его никогда не видела. А через два дня после скандала в интернете появилось вот это видео из Битого Юрия. Во время рекламы к нам присоединилась близкая подруга и Натальи Слоницкой, и Юры Андреевой, Александра Шаталюк. Здравствуйте. Добрый вечер. В принципе, о чем мы сейчас говорим? Этот человек, я не знаю даже как его назвать человеком, после того, что он сделал. Я в принципе знаю его, ну, давно. Поначалу все было красиво, все хорошо, но где-то, наверное, последние месяцы Юра как-то стал себя, мне кажется, неадекватно вести. Ну, и в принципе, я уже начала Наташе говорить, что этот человек какой-то невменяемый. То у него настроение меняется каждые полчаса. А самый страшный случай, который, можно сказать, я запомнила, когда была проблема, что Наташе негде было жить. И, в принципе, он уже был в разводе, он мог предложить ей, ну, вместе, совместное проживание. Значит, на какой-то, на начале недели он предложил ей перевести вроде как вещи. Вот, на следующий день с утра он ей звонит и говорит, Наташа, все поменялось, иди куда хочешь. Ну, я считаю, что это не достойно мужчины, вот такое вот. Еще одна подруга пришла сегодня на программу. Вы вместе снимали квартиру с Наташей. Вы сегодня впервые увидели эти снимки. Вас шокировало то, что произошло с вашей подругой? Ну, честно говоря, да. Честно говоря, ну, скажем так, я была невольным свидетелем развития вот всех этих событий. Я не имею привычки вмешиваться в чужие какие-то отношения, но это, ну, так мы были, находились в одной квартире, работали, как бы, скажем так, в одной компании. Было сложно это не заметить, как он мог не звонить неделями, позвонить в час ночи и сказать, там, все, давай, приезжай. Она там подрывалась, скакивала. Да, у него начинается обострение. Да, да, то есть именно как раз так и было. И часто было, уходишь на работу, она счастливая, веселая, приезжаешь, там, Наталья, ну, прям, ну, даже без привлечения в каком-то предсвитедальном состоянии. То есть неоднократно она высказывала, что я просто не буду ни работать, ни есть, ни пить, я ничего без него не хочу, я просто лягу дома и умру. Знаете, все, что касается этой ситуации, во-первых, непонятно, что набросились на розу. Все, что касается этой ситуации, было понятно с самого первого момента. Это ужасно. То, что это не пиар, это однозначно. У меня в жизни были ситуации, когда меня пытались обвинить, что я кого-то ударил. Но я этого не делал, хотя, честно говоря, иногда очень хотелось. У меня было силы сдержаться. Все, что я услышал дальше, вы меня извините. По поводу измен, прощения. Во-первых, за что прощать? За это прощать не надо. За все остальное, вы меня извините. Может быть, я общаюсь не с теми мужчинами и женщинами. Но я общаюсь с разными. Но с большинством людей, семейных пар, с которыми я общаюсь. То есть проблема, ну, измены на вашем языке у нас вообще не стоит. А сексуальная измена, знаете, ну, и мужчины, и женщины любят секс. И мужчины, и женщины любят... Кто-то не любит, у всех по-разному. Давайте сядем и договоримся. Маш, а давай мы с тобой вместе это будем делать. И не будет проблем. Кого бить, кого прощать. Сядьте, договоритесь. Нравится так, живите так. Не нравится, разойдитесь. Не морозьте друг друга. Роза, а может, вы договорились с Юрой, и вы решили, что вы изменяете, он изменяет, и таким образом, как бы, действительно, брак существует? У любой нормальной, хорошей женщины есть файл не изменять. У тебя есть мужчина, хороший, плохой он и так далее. А ты, как жена, ведь никто же кандалами не приковывал, да, то есть все мы шли замуж, в общем-то, конечно, все за хорошее шли. Но у меня нет файла изменять вообще. А почему это измена? Приезжать, я вам могу перечислить кучу фамилий артистов, они будут это делать. Которые приезжают на съемки и изменяют, вы считаете, это правильно. А на телевидении, в газетах, они такие порядочные. Вы знаете, я всегда говорила, что женское имя... Я на Розу вообще не набрасывал с самого начала. Знаете, почему? Потому что ее сейчас молчание в этой ситуации преступно. Она сидит и молчит. А что делать Наташе? Она, как прошедший уже опыт, не говорит. Господа, эта программа не про меня. Вы меня пригласили... Молчание преступно, Роза, поэтому... Значит, я сейчас встану и уйду. Александр, мне кажется, что только совместными усилиями Юра Андреев должен сесть в тюрьму. Как бы Роза не хотела этого... Правильно, Роз, ты же его любишь? Может, Роза же, кажется, сама? Вы задали вопрос, я постараюсь ответить на это. Роза! Роза покинула студию, но я еще раз убежден, что только с молчаливого согласия бывших жен, которые замалчивали это, она может обижаться на меня, не обижаться. Происходят дальнейшие случаи и будут происходить. Готова ли Роза подтвердить в суде, что это же было с ней? Если это будет дважды, то он сядет в тюрьму. Если это будет однажды, то по уголовному кодексу максимум два года, и то условно. У него была уже судимость. Господа, господа, а за ночные звонки Даня, будить ночью красивую женщину, портить ей цвет лица, вообще неправильно отремонтировать машину, это все-таки еще года полтора и неусловно. Это доказать невозможно в суде, но в данном случае, Наталья и вот ко многим, вот мы перешли сейчас, наверное, к самому важному в передаче, это к тому, как защитить себя женщиной. Ну, во-первых, самое важное... Правильно находить мужиков. Во-первых, самое важное, это когда вы живете с мужчиной, вы должны понимать, что в гражданском браке, когда ваш брак не оформлен, самое бесправное вот в этих взаимоотношениях, это с женщиной. При всех отношениях. Во-первых, нет смысла жить с мужиком, который никогда не хочет предложить вам руку и сердце, это во-первых. Во-вторых, всем женщинам, которые убьют мужчин, необходимо вызвать милицию и зафиксировать все побои. Тогда это уже уголовно наказуемое деяние. В противном случае доказать будет невозможно. Вшла по лестнице, упала и так далее. И, наверное, следующий момент. Очень важно, чтобы зафиксировать не только приезд милиции, но и составить протокол. Да, Наташа. Я хочу пояснить уход Розы. Просто программа превратилась в линчевание нашей ведущей. И я хочу обратить внимание, что вот в этой ситуации Роза такая же жертва. То есть вы, если раньше он бил ее по почкам, сейчас вы били ее по сердцу. Потому что какой женщине приятно оказаться на одной сцене с другой женщиной, с которой спал ваш муж? Наташа, она в суд пойдет? Роза в суд пойдет? Роза пойдет в суд. Роза пойдет куда угодно. Потому что мы ее все в этом поддержим. И мы, конечно, не хотим оставлять вот это вот все просто так. Нужны показания в суде. Это очень важно для следствия. Они помогут в последующем все-таки решить вопрос. Может быть еще кто-то откликнется. Не в 40 же лет он стал колотить женщин. Наверное, где-то у себя в провинции. Сейчас только откликнутся. Тогда покажите еще раз фотографию Юры Андреева. Уважаемые женщины, которые смотрят сегодня нашу программу, или спустя несколько месяцев, не зная, кто он и кто такая Роза Сибитова в нашей стране, увидят это вдруг по интернету. Посмотрите внимательно. Если когда-либо вы получали тумаки от этого человека, обратитесь в редакцию. Нам очень поможет ваша помощь. На сегодня все. Берегите себя и свои блестки. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ